На сегодняшний день в лагере «Олимпиец» находится 11 человек. Из 28 иностранных граждан, которые находились в гостинице, трое сразу отказались от размещения. Американец был сопровожден нами и улетел в первый же день. Всем остальным предложено расселение сначала в «Олимпийцы», где они смогли привести себя в порядок, где они пообщались с психологами, где они дали показания полиции, иммиграционной службе. Им были предоставлены все необходимые вещи – вода, питание, отдых, прачечная для одежды. После этого некоторые иностранцы остались в лагере «Олимпиец», особенно те, кто срок размещения, пребывание в Одессе, планировался до 22-23 числа. Всех остальных нам была предоставлена возможность отельерами Одессы бесплатного размещения для иностранных граждан, и они получили соответствующее размещение в четырех отелях города Одессы, за что им особая благодарность. Помимо того, многие граждане находились в тяжелом состоянии. Например, гражданин Ирака приехал на лечение в город Одессы, у него сгорели все его медицинские препараты. В эту ночь, к сожалению, мы вызывали ему скорую помощь, и сейчас он также проходит обследование в больнице. Многие люди, которые пережили шок, им оказывается психологическая и медицинская поддержка постоянно. Те люди, которые находятся на территории базы «Олимпийца», им оказывается всевозможная помощь и дальнейшая, и по восстановлению документов, по предоставлению новой одежды, средств гигиены, мобильных устройств, зарядных устройств, и многое-многое другое, все, что необходимо. Помимо того, те граждане, которые находились в гостиницах и были поселены в гостинице, во все отели, были отправлены волонтеры и представители Департамента международных отношений, которые сопровождали данных граждан по городу Одессы. Если нужно было им посетить отделение приморской полиции, также с ними их сопровождали. Если им было необходимо сделать какие-то приобретения в городе и так далее, все это мы оказывали. Помимо того, нам предоставляется на постоянной основе транспорт в лагере «Олимпийц», и организованными группами мы сопровождаем людей на вокзал, например, если они уже уезжают, либо по необходимому месту требования. Только некоторые граждане Украины без паспортов, все иностранные граждане, уже у них есть соответствующие справки, которые мы сделали совместно с представительством дипломатических. До 22 числа полностью обеспечено проживание и питание. В случае, если потенциально у нас может остаться два гражданина Украины на сегодняшний день, только из этих людей, им будет предоставлено другое жилье, не в лагере, в связи с тем, что на следующий день будут заезжать дети. По словам тех людей, которые находились в базе «Олимпийцев» и иностранцев, которые были расселены, и граждан Украины, в какой-то небольшой период времени женщина, которая представилась администратором отеля, выплачивала компенсацию для тех граждан, у которых срок оплаты был длительным. В какой-то момент этот администратор исчез, и львиной части большему количеству проживающих в отеле не была выплачена компенсация. Мы обратились от лица всех людей, которые это 63 человека, которые находились в гостинице, большинство из них не получили компенсацию, и они попросили нас, чтобы мы связались с полицией на предмет возможной получения компенсации, на что нам был дан ответ, что собственник данного отеля сказал, что он не будет выплачивать, никакую компенсацию пострадалым. На сегодняшний день в городе Одессе существует большое количество отелей, но в летний период времени большинство из них перегружены, как говорят американцы, overbooked. И самый дешевый отель в городе Одессе это был именно этот отель, нормы которого по нашим, как мы уже знаем сегодня, совершенно не были соблюдены. На проверку, насколько нам известно, МЧС туда не было допущено. И на сегодняшний день, когда люди в букинге ищут отель по сортировке, самый дешевый отель попадает именно этот, но фотографии не всегда соответствуют тому, что в действительности в связи с этим мы рекомендуем всем граждан через сайт департамента туризма города Одессы использовать именно проверенные отели и рекомендуемые отели. Конечно же, уроки, я считаю, что должна сделать вся Украина и должны быть сделаны соответствующие изменения в законодательную базу, которые не позволяют нерадивым предпринимателям не допускать проверки пожарных и других органов.